Здравствуйте, друзья, на канале Медиаметрикс программа «В поисках национальной идеи» и я, ее автор и ведущий Игорь Шатров. Какая национальная идея у современной России? Ради чего существует российское государство? Ведь если смысл существования не определен или цели выставлены не очень верно, то и стратегия будет выставлена как минимум не очень точно. И тогда уже по пути к светлому будущему можно заплутать в трех соснах или вообще пойти не в ту сторону. Не хотелось бы. Вот по этой причине в нашей студии мы ищем ответы на сложные вопросы бытия. У меня в гостях представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, руководитель рабочей группы Совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России, приоритетный проект развития промышленности агропромышленного комплекса, столько регалий, член научного совета, Совета Безопасности России Юрий Васильевич Крупнов. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Добрый день. Ну, о чем мы будем сегодня говорить с человеком при таких регалиях? Я думаю, все уже ясно. Мы будем говорить о промышленной политике, и я темой этой программы решил обозначить как промышленная политика, как национальная идея. Общий ответ на вопрос, можно ли промышленную политику считать таковой, мы и будем сегодня с Юрием Васильевичем искать. Но первый вопрос на засыпку, как всегда. Юрий Васильевич, а есть ли у современной России промышленная политика? Я не о документах говорю, наверное, да и не наверное, точно какие-то приняты. А вот в нормальном, цельном понимании этого слова существует ли промышленная политика России? Она существует, она крайне слабая, я сейчас объясню почему. Но само слово промышленная политика, и Вы совершенно правы, Игорь, до 13-14 годов оно было просто ругательным. То есть, если ты хотел, чтобы тебя назвали маргиналом в экономической мысли, ты должен был что-то сказать про промышленную политику. Но, слава Богу, в 2014 году был принят ФЗ о промышленной политике в Российской Федерации, и вот этот закон, там много можно спорить, что-то там его критиковать, но он легализовал слово промышленная политика. Я реплику такую вставлю, у меня какое-то такое смутное чувство, такое ощущение, что это каким-то образом связано с санкциями 2014 года, наше возвращение вообще к вопросу о промышленной политике. Я прав? Это безусловно так, хотя там чуть-чуть раньше был этот закон принят, но по существу Вы правы. А, кстати, нет, Вы абсолютно правы, потому что как раз были проблемы с законом, как он проходил. Но в декабре 2014 года, после всех вещей, связанных и с Крымом, с падением рубля и падением цен на нефть, Вы абсолютно правы. И в этом смысле да, спасибо санкциям, как всегда, спасибо нашим заокеанским партнёрам. Я это не шучу, потому что у нас, к сожалению, руководители страны несколько раз на открытых линиях такую вещь говорили, что в санкциях есть и хорошее. Если бы не было санкций, мы бы промышленной политикой не занимались. Ну, они, конечно, о своей великой мудрости тем самым свидетельствовали. Я просто цитирую, я не хочу оценки делать, но спасибо санкциям. Ну, в общем-то, не было бы счастья да несчастье помогло, но в 2014 году появился закон, что-то там прописано, вот что это такое и как это реализуется, писать можно какие угодно законы. По сути, главным в этом законе являются два момента. Это создан фонд развития промышленности, в общем-то, ничтожный по деньгам с точки зрения размера России и проблемы и так далее, но он работает. То есть, опять, к нему много претензий, можно критиковать, готов это делать, но он есть. Это очень важно, потому что все-таки инструмент есть. Плюс, второе, это так называемый СПИК, то есть специальные инвестиционные контракты, опять они там пробуксовывают туда, но интересный инструмент. Ну и третий момент, еще раз повторяю, сама легализация слова, термина промышленная политика. Вот это очень важно и фундаментально. Но общая проблема вся в стране связана с тем, что и в промышленной даже политике все идут от этого, я не понимаю, как это можно серьезно обсуждать, от такой логики, что задача государства оказывать меры поддержки. То есть, игроки есть, но если в ситуации берем станкостроение, в лучшем случае 87%, вернее, в лучшем случае 13% это отечественное станкостроение, плюс масса условного. То есть, основные все станки, я уж не говорю про прецизионные и так далее, это все не наши. Самолеты мы видим, даже Суперджет там с 60% импортных деталей, но даже и Суперджет, если назвать отечественным, у нас 90% чужие самолеты гражданские и так далее. Подшипников нет в стране, практически не делают шарикоподшипники. То есть, я к чему говорю? То есть, в этой ситуации, я вот спорю, в том числе с руководителями Министерства промышленности и торговли, с другими людьми, отвечающими за промышленность, я говорю, такой образ, может, он неправильный, я заранее извиняюсь, если кого-то обижу, но вот представляете, советская армия там освободила какой-нибудь освенцем страшный, да? И вот людей накормили за неделю, говорят, ну люди голодные, их накормили и послали на чемпионат мира по футболу. Говорят, мы же их покормили туда, ну то есть, понимаете, в деиндустриализованной стране, с разрушенной экономикой, мы видим, что происходит, просто оказывать меры поддержки без созидательного, предметного организации реально новых национальных индустрий, тоже новые станкостроения, новые гражданские самолеты, строения шариков, подшипники, хладооборудование, и я могу без конца перечислять там мой любимый лен, там новая индустрия льна и так далее и тому подобное. У нас вот рабочая группа, которая в Совете ТПП по промышленному развитию, мы только строго отобраны с командами, с людьми, которые по всех регионах и в Москве, у нас 45 вот таких конкретно прописанных новых индустрий, а всего около 70 проработанных индустрий, которые практически находятся в тяжелейшем состоянии, без которых невозможно говорить о национальной промышленной системе. То есть, задача государства не только финансовую и законательную поддержку организовать, а вообще организовать новые отрасли или возрождать какие-то отрасли, то есть, не просто даже деньги вкладывать, а вообще всё, начиная от организации трудовых потоков туда и заканчивая социалкой какой-то, наверное. Да, абсолютно правильно, вот я, допустим, 7 лет проталкиваю эту новую индустрию льна, и одно и то же, я прихожу и говорю, ну давайте что-нибудь придумаем организационно, ну хотя бы пропиарим проблему хотя бы, да, нет, говорят, ну тут коррупция, ещё что-нибудь, вот давайте, будет мощная какая-нибудь корпорация по льну, да, а мы ей дадим меры поддержки, раз, два, три, один мне бывший замминистра говорит, соответственно, 140 мер у нас поддержки. Да, понимаете, я говорю, так а откуда у вас корпорация появится, вам что, французы, лидеры там по льну, волокну, да, или кто-то приедет вам, создаст корпорацию и так далее. То же самое с танкостроением и так далее. Ну, Юрий Васильевич, ну во-первых, не везде так, вот, например, есть отрасли, ну условно говоря, Росатом, да, госкорпорация, ну мы фактически лидеры атомной отрасли мира, да, создали, там, не знаю, новые там плавучие, плавучие атомные электростанции. Мне промолчать или… Нет, наверное, надо отреагировать, если будет так вот с улыбкой. Да, пожалуйста. Ну, смотрите, значит, я уж не говорю про колоссальные деньги, которые мы помогаем Турции и другим странам, чтобы они покупали наши реакторы и так далее, да, но ведь ситуация-то простая, я эту тему очень глубоко знаю, и когда Кириенко пришёл на Росатом, как раз я участвовал в таком базовом мероприятии, определяющем стратегию, и ту стратегию, которая определила лучшие спецы отрасли, мне повезло с ними работать, она не была принята. А стратегия в чём заключается? На 235-м уране, который у нас дефицитен, при разрушении СНГ и так далее, чисто водные реакторы, которые есть, стандартные, да, они не могут быть основными. У нас мы лидеры до сих пор, но в ничтожно-практическом количестве по быстрым реакторам, то есть по бридерам, которые работают на как раз уране 239, который там полной и так далее, и которые, соответственно, задают совершенно другие возможности, но они не развиваются. Вот слава богу, есть Белоярская АЭС, которая всё-таки там, так или иначе, два реактора у ней построены, и они задают некий уровень, но в этом смысле мы не создаём на самом деле индустрию. Мы шлёпаем то с небольшими улучшениями и так далее, что фактически существовало там 30 лет назад. Вот в чём проблема. Ну, вы как-то меня уж вообще, не знаю, опустили, конечно, с небес на землю, но неужели, например, если бы так было, Игорь Васильевич, мы бы это слышали, например, от наших там оппонентов, а нет, вроде бы они так говорят, да, ну вот Россия-то всё-таки может. Ну, во-первых, если вопрос, что значит оппоненты, да, например, что значит оппоненты. Ну, конкуренты, например, в той же атомной отрасли. Ну, хорошо, их несколько стран. Соединённые Штаты. Если взять все более-менее серьёзные тендеры, да, то кроме тех тендеров, где, ещё раз повторяю, мы даём колоссальные, вот если в Турции, да, там несколько десятков миллиардов долларов, это кредит, который не фальшон вернётся и так далее, да, мы даём деньги, и там вот только в специфических ситуациях побеждаем. Всё, допустим, тендеры в развитых странах мы не выигрываем, в Китае он равномерно диверсифицирует каждой твари по паре и так далее, то есть, ну, делать такие выводы, на мой взгляд, очень, очень, ну, я не просто, я просто считаю, что это на самом деле иллюзия, хорошо создана иллюзия. Нет, ну, иллюзия – это иллюзия, но я не буду, не будем эту тему дальше, наверное, развивать, но, по крайней мере, вопрос-то мы так подвесили, да, но, тем не менее, мне кажется, те же Соединённые Штаты действуют тоже своими методами, но мы деньгами, кто-то силой, например, нагибает эти страны, но находит аргументы, нет? Нет, вы знаете, это как, ну, я убираю сейчас, ну, в таком, в экономическом смысле силовую составляющую, то есть, политическое принуждение, там, ещё какое-нибудь обременение силы. Почему убирать-то? Это важный аргумент. Я убираю, в смысле, согласен с вами, но если взять уровень развития производительных сил, ничем передовым мы не являемся, давайте успокоимся с этим, пиар хороший у Росатома, поздравляю его, но проблема гораздо глубже, потому что если взять затраты, которые произведены, ещё раз повторяю, то есть, мы вложили до минимума 60 миллиардов долларов, по сути, безвозвратно, просто за то, чтобы наши станции строили, поэтому давайте мы всё-таки с этого начнём, и когда, например, Белоусов в 2018 году, в январе был по космосу такой бизнес-форум и прочее, и Белоусов тогда отругал, согласен почти с ним и так далее, тогдашний руководитель Роскосмоса и говорит, вот в Росатоме как всё там дышит, движется и так далее. Видите, Белоусов? Белоусов, да, а космос говорит, вот у вас там ничего там затратное, пятое-десятое, но если бы космосу давали такие деньги, безвозвратно, понимаете, то, в принципе, я думаю, космос был бы раз в 10 лучше. Ну, хорошо, тогда я попробую позитив всё-таки поискать не в таких глобальных, серьёзных госкорпорациях, куда действительно вваливаются огромные деньги государством, именно вваливаются, здесь я с вами согласен, даже не вкладываются, а часто не задумываются о результатах, не требуют результата. Ну, вот, посмотришь какую-то статистику такую, которую, кстати, у нас либералы не любят, например, вспоминать, вы-то не либерал, поэтому, я думаю, вы же не будете со мной спорить, но несколько предприятий в день в стране открывается. Предприятия не бизнесом, не компаний, которых, знаете, однодневные, которые только на бумаге. Какой-то завод, цех, ещё что-то. Есть очень интересный такой сайт, сделанный у нас. Ну, посмотришь, ну, как так, ну, на самом деле, приятно, действительно. Во-первых, почему этого не видят люди, как ни странно, а во-вторых, что вы об этом думаете? Я думаю об этом, что жажда ничто, пиар всё, поэтому и сайт этот кривой по содержанию абсолютно неотражающей реальность. Это, понимаете, в чём проблема? Вы, Игорь, совершенно справедливо, вы тоже вас либералом сложно назвать в таком виде. Ну, в таком, как бы, вот, виде, но, понимаете, в чём проблема? У нас, как бы, сейчас вот создали новую оппозицию, там, либералы-патриоты, да, вот, но патриоты очень разные, есть казённые патриоты, которые пропаганду делают, а есть патриоты, которые вкалывают на страну. Я-то считаю, что мы с вами всё-таки из третьей категории, потому что нас интересует не просто что-то такое прорубить, там, заткнуть рот какому-нибудь либералу записному, да, и это счастье. Ну, не в этом счастье. Конечно. Вот, а счастье в том, чтобы страна двигалась. Поэтому, к сожалению, всё, что там на сайте пишется, это, в основном, дутое враньё, и про открытие предприятия, ведь проблема-то в чём основная, вы поймите. Ну, вот, в Ульяновске, например, ДМГ «Море», да, это больше японское, но смесь с немецкой, две выдающиеся станкостроительные фирмы открыли своё производство, да, масштабное производство, вложили много денег, всё замечательно, всё. Но это отверточная сборка. Наш автопром – это отверточная сборка. У нас до сих пор, до сих пор 90, вот эта цифра 90, она страшная, она везде проходит. 90% деталей привозят завёрнутые в бумажку, и, по сути, я уж не говорю, есть ещё и крупнокомплектная сборка. То есть, привозят там на 5-6 частей, и раз – Мерседеса, ротечесного производства и так далее. Поэтому, ведь проблема в чём? Ведь основная проблема, на самом деле, если взять деиндустриализацию, это не в том, что заводы закрылись, потому что какие-то надо было переоборудовать и прочее. То есть, это национальная трагедия, но, как бы, главное – это не это. Главное – то, что убиты НИИ. То есть, они не дают проекты. Поэтому, когда возьмёшь, ну, какой-нибудь Volkswagen, да, условно, при моём глубочайшем уважении к немцам, к Volkswagen и ко всему. Но вопрос-то в чём? Они нам обрубок ставят, сборочный цирк. Всё, разработка, дизайн, в широком смысле, конструирование, проектирование, отладка, финансовая политика, кадровая политика – всё находится в матери Германии. То есть, компетенция вот эта вот интеллектуальная, мозг там. Это страна третьего мира называется. Поэтому предприятие, предприятие в неоколониализме, открытие предприятия – это означает способ выкачивания денег из страны в пользу международных финансовых компаний. Ну, насчёт третьего мира я даже не знаю. Это, может быть, не третий мир, какой-то второй… Четвёртый. Не-не-не, знаете, второй с половиной. Я вам объясню, что я имею в виду, потому что вы об одной компетенции сказали, об инженерной компетенции. А я о компетенциях, наверное, рабочих сейчас специальностей напомню. Вот я задумался, когда сам даже задавал вам вопрос. А почему, правда, люди не замечают, что у них везде открываются заводы? Ну, действительно, они открываются, правда. А кто уже на этих заводах работает? А часто на этих заводах и работают мигранты, и строят эти заводы мигранты. То есть, приходит стройка в какой-то посёлок. Приходит стройка в посёлок, а люди-то и ни при чём. Поэтому что такое сегодня промышленность Российской Федерации, если так грубо, естественно, с передержкой, но как бы грубо. Это территория, где транснациональные корпорации мировые, нероссийские, нанимают мигрантов. Понимаете? Вот берём тоже Volkswagen в Калуге. Ну, давайте обсудим, сколько калужан, жителей Калужской области, работает на этом, в общем-то, низкопрофессиональном, так сказать, производстве, как обрубке просто сборочном и так далее. Очень немного. Потому что основные, пусть даже они не мигранты, там и средние, они заводятся и так далее. Да, из других регионов. Конечно. Понимаете, это всё. То есть, даже строительство предприятий, оно не поднимает по большому счёту экономику региона в широком смысле слова. То есть, трудовые ресурсы не используются. Часто позволяет обкрадывать. Даже позволяет обкрадывать. То есть, в принципе, кому-то кусок хлеба. Ну да. То есть, речь как, ну как, сейчас скажешь, плохо, скажешь, ну как плохо, там 100 человек получают кусок хлеба. И часто зарплата, она там по региону кажется какой-то шикарной и так далее. Всё. Но с точки зрения финансово-кредитной и капитализации страны, и запасания финансов, это называется вывоз капитала, по сути. Понимаете, в чём проблема? Потому что этот вывоз капитала существует. Ну, берём тот же Суперджет. Каждый раз что-то сломало, из Сталеса прилетает команда, этот прилёт стоит 100-200 тысяч евро просто за прилёт, за ремонт и так далее. Понимаете? Я уж не говорю про то, что чужие вещи, запчасти, пятое-десятое. Я столкнулся с этим, у меня машина была британской сборки, но японская. Так вот, запчасти пришлось после аварии всё-таки добывать из Японии, на самом деле. Даже в Великобритании не было этой компетенции, потому что они были сборочным таким цехом, всё в Японии. Это пример серьёзный. Я к чему просто говорю, мы в этом смысле, понимаете, всё-таки если перейти серьёзно в промышленные политики, у нас основная дисфункция в стране, то, что уничтожены отрасли и НИИ. НИИ – это там, где сидят головастики, которые осуществляют модернизацию, переход на новую модель, анализ, что в мире, конкурентоспособность. Всё, НИИ нет. Поэтому, что вы хотите с предприятия? Ну да, у нас огромное количество гениальных предпринимателей, выживающих в любой токсичной среде, кто спорит. Но что вы с них хотите, они же не могут заменить, скажем, там, 10 тысяч человек в конструкторском центре «Фольксваген». Слушайте, ну а так ли уж вот эта вся инженерная прослойка в обществе была сильна, ну не знаю, какими-то достижениями в советские годы? Да, действительно, я об этом сам недавно задумался, я даже хотел такую юмористическую, ну такую систерическую заметку на эту тему написать. Вот вы говорите о большом количестве НИИ. Раньше в Москве и в Петербурге, ну я из Питера, да, были на каждом углу НИИ и ГИПР вот эти институты, то есть государственный институт проектирования чего-нибудь. Эти хоть чего-нибудь было такое ощущение, что создавали этот институт по, если стол, то и столешницу одни проектируют, а ножки другие, не бред ли это? Мне кажется, этих институтов было излишнее. Ну смотрите, это можно сколько угодно обсуждать, хотя занятость населения не последний параметр в политике, согласитесь, да? Ну об этом мы говорим все же. Если, например, в институте условно работает 2000 человек, из них даже 1000 излишни, да, то это ещё не повод хаять эту систему, это первое. Но мы же вообще разучились понимать, откуда что берётся. Вот я помню Нурекс Кайгэс, да, это, так сказать, выдающееся произведение. Узбекистан, да? Это Таджикистан, это буквально около Душанбе, там совсем недалеко, две такие только в сложных сейсмических условиях, там, так сказать, такие две гидроэлектростанции. И вот я пришёл, и мне кажется, я уж этим занимаюсь, я такой умный вообще, всё понимаю, да, всё, меня убило просто. Знаете, там такие обычные мемориальные строки, да, всё, 110 научно-исследовательских институтов проектировали эту гидроэлектростанцию, 110. Ну хорошо, ну представим, пойдём по вашей линии, даже согласимся, 30 из них были лишние, 20% или там даже 50% было работников лишние, но также одни проектируют цемент и знают всё про цемент, понимаете. Другие, соответственно, рассчитывают там напоры воды, 5-е, 10-е, 3-е сейсмологи, 5-е, в общем, смысл в том, что 110. И на самом деле, если мы сейчас, допустим, где-то гидроэлектростанцию собираемся строить, то так не получится, что мы, например, не 110-ю ней, да, а её построим, ну, тремя ней. Ну просто не бывает так, потому что это значит, что мы где-то, ну, не схалтурим, ну, в общем, схалтурим, понимаете, поэтому я к чему это говорю. Ну, наштоянный Шушевский ГЭС, кстати, всё то, что произошло, там, то, что не обслуживалось, неправильно режимы эксплуатации, просто фактически не было никакие регламентов и мало понимания было, да, а редких инженеров, которые там кричали, мычали, как коровы орали, там, туда, их никто не слушал. Манагера пришли, вот они там всё, финансовые потоки могут гонять, поэтому не надо строить фантастических вещей. Или, например, сейчас некоторые деятели от авиапрома говорят, ну, весь Ленинградский проспект в Москве, да, кстати, не надо меня пугать, что вы из Питера, я не так вас боюсь, да, не надо сразу, как в анекдоте, не надо сразу говорить, что вы из Питера. Вот Ленинградский проспект, да, значит, по сути, весь Ленинградский проспект, ну, чуть-чуть преувеличивая, это были НИИ и так далее в авиапроме. И сейчас говорят, ну, слушайте, там столько пропадает недвижимости, да, Советский Союз понастроил всякой хрени, не пойми чего, да, надо, в принципе, процентов 90 в правильный девелоперский формат перевести. Ну, уже и переводят. И переводят, я просто к чему говорю, опять, у нас же такие дебилы, дураки, вот понастроили всего этого, понимаете, но мы были великая авиационная держава, одна из трёх в мире, а сейчас мы на краю, что мы можем перестать этим быть, слава Богу, ещё запас идёт там и так далее. Слава Богу, ещё военная авиация, она удержала это всё. Военная авиация, это тоже, это отдельный вопрос, не хочу сейчас касаться, но военная авиация, она не существует ни среды, поэтому, когда там будет и масса, опять, не хочу обсуждать военную авиацию, военная тематика другая, всё, но военная авиация, она, во-первых, вне экономики, потому что там главное произвести, сколько это стоит, уже другой вопрос, да, вот, но военная авиация вне экономики, это не значит, что когда начнутся какие-то страшные события, эта экономика не будет играть роль, и ты сможешь на условный миллиард произвести два истребителя, да, или 20, это будет иметь колоссальное значение для войны, экономика войны, замечательная, кстати, монография Воскресенского по Великой Отечественной войне. Поэтому вопрос это всё очень, ну, пропагандистский, весь залитый таким елеем, шапкозакидательством, совершенно безответственным, безнравственным, а реально ситуация простая, вот вы говорите, открывают там каждый день по заводу и прочее. На мой взгляд, отдельный вопрос, можно ли это называть заводом и вписан ли он в какую-то систему, потому что они просто обрубок технологический, покупают линию, ставят и по линии там, по итальянской какой-нибудь шпарят свои продукции. Но гораздо вопрос другой, а что ж тогда народ-то бежит из малых городов в областные мегаполисы, где нет промышленности, по сути, а из мегаполисов даже бегут в Москву и за границу. Понимаете, а что это у них там, они, наверное, все-таки у них рабочих мест нет, и опять же, вопрос, то, что вы говорите, это очень много идет на линию там какой-то местной промышленности, да, но местная промышленность Советского Союза, совершенно был особый уклад, да, он, конечно, был многочасто примитивный, еще что-то, но он, а, давал заняться, и второе, занимал такие нишевые вопросы и так далее. Поэтому я даже не хочу это обсуждать, я не говорю, что в Советском Союзе все было замечательно, но в Советском Союзе, и почему национальные идеи, то, что мы с вами обсуждаем, промышленная политика, потому что это, на самом деле, нравственно-религиозный аспект хозяйственного преобразования мира, где ты трудом, своими квалификациями, компетенцией, гениальностью, да, нашими гениальными конструкторами генеральными, системой генеральных конструкторов, системой производств, там, и пятое, ты двигаешь, ты преобразуешь мир, и поэтому эта промышленная политика для России, с точки зрения, хотите, подпадает полностью под православную категорию преображения, это важнейшая задача, чтобы мы не превратились с одной стороны в страну, там, неважно, второго с половиной, третьего, четвертого, потому что разница там небольшая, а с другой стороны, чтобы мы набирали свою мощь. И вот в этом плане, в этом плане Советский Союз, любой самый последний, самый тупой секретарь горкома там или чего, да, у него было представление, что что-то там произвели, там, двинули пятое-десятое, плюс госплан, что, в принципе, это хорошо. Сейчас абсолютно не так. Под разговоры о роботизации, цифровизации, под разговоры о том, что, ну, конечно, сегодня предприятие не 10 тысяч человек, там, да, 100 человек, автоматизация, всё это бла-бла-бла и ни о чём, потому что 10 тысяч человек на предприятии или 100 человек, это не вопросы какой-то там идущей, замечательной новой волны, да, а это вопросы, как нужно для того, чтобы твои самолёты покупались в мире, понимаете, что мы 30% мирового рынка занимали самолётами Советский Союз, мирового, помимо того, что у нас всё летало из Воронежа, сейчас модная, там, такая брошюрка, значит, купи билет, значит, авиабилет из Воронежа, из Воронежа было 72 маршрута, а сейчас 2, о чём мы говорим? То есть, в этом смысле мы летали, мы была авиатизированная держава аэрофикации, так если брать специальные – В каждом областном центре были самолёты, в каждый райцентр. – И в райцентр, и между регионами, сейчас же невозможно долететь в соседний регион, понимаете? Я помню, я из Тюмени, в Новосибирск, там, что-то полутора сутки на поезде на каком-то ехал, там, по кусочкам Транссиба, ну, то есть, я не мог из Тюмени долететь до Новосибирска. – Ну да, ну да, в Москву слетать было, и можно… – Или в Москву, или в Москву слетать, это правильно, да, абсолютно правильно. А вот в Москву я летал, когда я работал в Хабаровске, полупрестке, я, соответственно, Чукотку, например, или Магаданскую область так и посещал там с инспекцией, то есть, я летал из Хабаровска, летал в Москву, оттуда, соответственно, Чукотку, потом и так далее. – Это безумие, это же… это просто страшно даже. – Вот, поэтому вопрос заключается не в этих вот причиндалах, там ещё индустрия 4.0, понимаете? То есть, ну, это всё позорное непонимание базовых вещей. Индустрия работает, когда она обеспечивает твои потребности страны, и плюс она играет серьёзно на мировом рынке. Ну, либо если не нужно играть, по крайней мере, она обеспечивает свои потребности. Вот что такое индустрия. А не вопрос, что на заводе не 10 тысяч. Хорошо, что не 10 тысяч, или что весь Ленинградский проспект в авиапредприятиях, именно опытно-конструкторских, НИИ и так далее, а мы теперь снесём за ненадобностью и прочее. Вопрос-то не в этом, понимаете? Вот в чём. И также, кстати, вопрос, что, например, Москва, ну, какая в Москве промышленность? Это же глупость просто, это же глупость. То есть это вообще, это то, что под видом выведения промышленных предприятий из Москвы, да, там их 5 тысяч было только официально, это же вообще, ну, просто это ликвидация, это какая-то диверсионная активность, которая требует ещё своих наград там в орденами почётных легионов и других замечательных наград. Поэтому, поэтому вопрос очень простой. Сегодня в мире есть всего два направления. Первое направление – это деньги делают деньги. Мы здесь практически не существуем, наши так называемые олигархи, они существуют, как прихлебатели этого мирового финансового капитала и так далее. Деньги делают деньги, да? Там пузыри, деривативы там и так далее, всё это. То есть мы никого здесь не обойдём на этом повороте? Никого не обойдём, но я считаю это безнравственным. Нет, это другой вопрос. Это означает… Так нет, это по сути направление, которое называется «Новая нефть», «Люди новой нефти». Когда в принципе, неважно, через налоги, через ещё что-то, через эти вот эти псевдозаводы, которые щупальцы транснационной корпорации выкачивают деньги в конечном счёте, через эти все там батончики Марса и так далее, понимаете? «Пепси-кола», «Кока-кола» и так далее. Это всё щупальца по выкачиванию денег, живых денег, налички почти и так далее, конвертация их в доллар и увод из России и так далее. И второе направление – это направление промышленного капитала, где ты делаешь большие хозяйственные задачи, как, по сути, богоугодное дело, как у Булгакова замечательная философия хозяйства. Прекрасно того, как Булгаков стал священником, он, собственно, на этом, когда он увидел реальный религиозный смысл хозяйственной деятельности, преобразующий мир и так далее, то в этом смысле он так и пошёл от социал-демократа в узком смысле, соответственно, во многом там либерализованного, пошёл по линии дальше религиозного служения. Но вот два этих направления – Россия, безусловно, должна это трудовое, промышленное, хозяйственно преобразующее направление брать на себя. Говорят, что вот мегапроекты, они могут что-то изменить, в своё время это не называли никакими мегапроектами, освоение целины или космос, но почему-то люди это чувствовали, правильно вы говорите, это было как что-то религиозное, это вот так относились. Сейчас ни один мегапроект, даже там межрегиональный, условно говоря, можно назвать строительство центральной колесовой автодороги мегапроектом. Что-то я не вижу какого-то религиозного возбуждения по этому поводу. Да, главное, даже если это большое по деньгам, то это понятно, что там замечательные люди работают, там замечательные нужны инженеры, профессионалы, и слава Богу, что они у нас есть и так далее. Но это не то, что требует колоссального усилия и самопреобразования себя и, соответственно, мира. Потому что это в хорошем смысле отработанные, банальные… поднимали массы вот сейчас, какой может быть проект? Сейчас большие стройки и всё. Почему? А что? Первый проект – это, скажем, подъём нечерноземья. Вот у нас нечерноземья 32. Слушайте, но это в советские годы не получилось, честно. И в советские годы. Но я считаю, что не получилось. Все дороги, которые сегодня есть, все пашни, которые сегодня зарастают, но которые у нас есть пока ещё, это всё от той программы, гениальной программы 1974 года подъёма сельского хозяйства нечерноземья, который, соответственно, который было через жесточайшее сопротивление пробито, соответственно, тогда секретарём обкома Костромским, потом министром сельскохозяйства СССР Флорентьевым. Это выдающееся достижение. И с 1974 года пошло, в 1980 уже шло полным ходом, там были свои, но в этом смысле это выдающееся. Но, понимаете, но с другой стороны, хорошо, там опять, давайте поклюём Советский Союз, там было не так. Но сейчас-то вопрос не в этом. Вот есть 32 субъекта федерации, где, почему не черноземь, потому что подзолистые почвы, то есть подзолистые в смысле белые, то есть почти нет чернозёма, очень узкий слой чернозёма, и то его чернозём… Они не очень плодородные, по сравнению с каким-нибудь Тамбовским или так далее, там, Воронежским чернозёмом. Поэтому, но здесь это старый русский регион, регион русской идентичности. Здесь нужно и агропромышленное, и местная, там, переработка того же торфа, бурого угля, пятое и десятое. Игорь Васильевич, наш с Вами разговор, он требует какого-то продолжения, я буду Вас ещё раз приглашать. Давайте пару-тройку минут ещё, вот ещё какие-нибудь подсказки. Хорошо, следующее, например, сегодня в космосе совершенно следующий фронт, так сказать, мировой гонки, да, это Ядерные, нет, это ядерные транспортные космические системы. То есть, вопрос же основной, даже если мы выводим что-то на орбиту с точки зрения, там, средним ракет, тяжёлыми ракетами, если собирать большие конструкции, но основное – это освоение дальнего космоса. Там нужны движки, там нужна транспортная система, там система, например, автомобилизации, да, условно. У нас есть возможность, кстати, вот Росатом этим не занимается. В наше время можно людей возбудить космосом, думаете? Мне кажется, что-то как-то люди уже спокойно на это смотрят. Мне кажется, не совсем так, почему? Потому что, опять, вопрос не в этом, дело не только в космосе, а дело в том, что это пересечение как раз от Росатома и Роскосмоса. Но возбудить людей сегодня ничем нельзя, это так, если брать, потому что возбудить можно только практическим делом. Вот когда начнётся реальное, в том числе в кооперации с, соответственно, с мировыми державами, потому что это неизолированный проект, следующее направление совершенно, да, это, по сути, единицей промышленности становятся целые города, мультиинфраструктуры, инфраструктурные узлы, на котором качество жизни задаётся. И это колоссальная проблема, тем более, по сути, две трети мира, там, Африка, Южная Азия и так далее, они находятся в совершенно разбалансированном состоянии. Тот же Афганистан мой любимый, например. Ну вот, пожалуйста, огромное творчество. Какие дешёвые по конструкции инфраструктуры с чистой водой, с, соответственно, коммунальной инфраструктурой, с насыщенной жизнью, пятое-десятое, жилищем и так далее. Это колоссальное направление. Индустрия пищи, здоровой пищи, здоровой. То есть, пища, от которой человек не заболевает, от самой пищи, да, которая, значит, и прочее. Вот, допустим, в 93-м году я был в биотехнопарке в Кайзернаутерн, Германия, где на основе советских наработок, через сверхслабое свечение пищи определяли её качество, её как бы живость, живая она, не живая. Но работали по нашим наработкам, работали, но уже немецы, китайцы были в лаборатории и так далее. Они достаточно серьёзно продвинулись. Я просто к чему? Индустрия здорового питания, да, всё. И так далее. Индустрия экологической одежды. Простой момент, вот лён, да, ведь в конечном счёте это вопрос, чтобы у тебя одежда была максимально экологична, но удобная при этом, да, а не та какая-то там грубо сделанная лён, там колется и так далее. Вся мебель была, стены были в этой, так сказать, биоэкологичной. В общем, судя по вашим словам, никакого постиндустриального общества нам не видать, надо возрождать индустрию. У нас в мире начинается создание сверхиндустриального. А постиндустриальное – это специальная выдумка для того, чтобы оправдывать деиндустриализацию таких стран, как Россия. Ну, с другой стороны, они и себя действовали, деиндустриализировали также вот тот же Трамп. Но уже Обама, до Трампа, уже Обама, корпорации возвращайтесь назад. То есть стало понятно, что вот это не тот метод, который позволяет даже такой богатой стране, как Соединённые Штаты, выжить. Трамп выиграл на том, что он среднему классу пообещал работу, но работу не в офисном планктоне, а работу на конкретных предприятиях, которые он требует возвращать соответственно из стран третьего мира и так далее. Ну и, наверное, такой последний тезис, просто реплика. Можно ли всё-таки говорить о существовании национальной идеи у страны, если у неё нет развитой промышленной базы? Нет. И ещё раз повторяю, для меня промышленность, не надо её понимать, как трубы огромные с огромными какими-то старыми заводами и так далее 30-х годов. Промышленность – это трудовое, нравственное усилие, которое обогащает и вещами мир, и показывает дееспособность твоей науки, и твоего таланта, и гения. И в этом смысле это национальная идея. Программа подошла к концу. О том, что такое промышленная политика и как она соотносится с национальной идеей. Мы разбирались сегодня вместе с Юрием Васильевичем Крупновым. У него очень много статусов, поэтому я назову один основной представитель наблюдательного совета Института демографии, иммиграции и регионального развития. Юрий Васильевич, большое спасибо, что вот в субботу вы пришли, и я думаю, что я буду вас ещё приглашать. Очень много незаконченного у нас осталось, очень много таких направлений, которые просто детально стоит обсудить. Я Игорь Шатров, это была программа «В поисках национальной идеи», в следующей программе продолжим наше искание, а сегодня прощаемся. До встречи на канале Мезиометрикс.